Если сила искусства в правде, то сила науки в инновациях. Разработки молодых рязанских ученых из разряда теории сегодня все чаще уходят в практику. Например, систему распознавания брака на производстве сегодня активно используют кожевинный завод. Сенсоры, камеры, датчики, как это все работает, губернатору показали буквально на пальцах, а затем эти парни провели полноценную презентацию. Другое наше направление, очень серьезное, которое сейчас развивается особенно сильно, это просвеживаемость продукции во время его производства. Это отличает концепции индустрии 4.0, когда мы знаем, какая часть продукции где находится на каком этапе. Световое оборудование, робототехника, комплексы контроля и управления электроэнергией, системы промышленного зрения, десятки стендов на форуме – это та самая база будущего технопарка, причем большинство проектов уже живет самостоятельной жизнью. И это при максимальной вовлеченности институтов поддержки. Агентство развития производственных систем и компетенций, Центр мой бизнес, Корпорации развития Рязанской области. Задумывали НТЦ, РИНТЦ мы именно не как бизнес-инкубатор, не как просто площадки для размещения каких-то инновационных производств. Это существует много где, скажем так. Понятно, что здесь тоже соблюдаются выгодные условия для разработчиков, для резидентов, пониженная арендная ставка, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное. Но не только это. Здесь в данном случае важно и обеспечить возможность людям дать то, чем они, собственно говоря, в силу своих, наверное, профессиональных интересов, не должны заниматься или не хотят заниматься. Я имею в виду как раз эту поддержку, инфраструктурную поддержку, экспортную поддержку, юридическую поддержку. Сильный бизнес, сильный регион. Главный тезис от Николая Любимова. Именно поэтому разработку и внедрение инноваций власть ставит одним из главных приоритетов и готова поддерживать науку дальше, интеллектуально и финансово. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».